Привет, друзья! Когда нет времени на завтрак, меня всегда выручают такие бутерброды. Вкусно, быстро и полезно. Начнем! Конечно же понадобится хлеб. У меня вот такие домашние цельнозерновые булочки. Фику сама очень просто, вкусно и красиво. Выкладываю их на сковороду гриль, пусть подсохнут. Для первой намазки мне понадобится 20 граммов сливочного мягкого масла. Сюда же добавляю 100 граммов творога. Творог можно взять любой жирности, главное, чтобы он, конечно же, был вкусный. Все хорошо разминаю с помощью вилки. Когда масло мягкое, это делается очень просто и быстро. Добавляю соль, черный молотый перчик, небольшой зубок чесночка. Через пресс мне нужен только аромат. И, конечно же, сюда добавлю пару веточек мелко нарезанного ароматного укропа. Все, ребята, зелень отправляю к творогу. Хорошо перемешиваю, и вкусная, полезная намазка готова. А следующая намазочка, любимая моего сына. Мне понадобится отварное яйцо, которое я натру на мелкой терке. Сюда же один плавленый сырок, хорошего качества, хорошо трется. Я его немножко подморозила. Пару зубчиков чесночка через пресс. Сейчас это очень актуально, Сережка. На улице холодно, да еще и корона бегает. Немного соли, черного молотого перчика. И осталось дело за заправкой. Для заправки мне понадобится примерно 1 столовая ложка сметаны, на кончике чайной ложки горчицы, маленькая щепотка сахара. Ну куда же без сахара-то? И подкислю это все соком лимона. Примерно пол чайной ложки перемешиваю. Все, ребят, добавляю. Хорошо перемешиваю. Ребята, готово. Как же это все вкусно. Также по желанию можно подрезать вкусной ветчины. Берем подсушенную булочку. И вот так вот, друзья, как в том анекдоте, щедро накладываем. Намазывайте, намазывайте. Так мы намазываем. Да вы не намазывайте, вы прямо накладываете, я смотрю. Да, Сережка, так будет вкуснее. Сверху можно посыпать зеленым лучком и ветчину. Можно две. Вот это по-нашему, да, вот это бутербродик. Ну а я продолжаю. Какая румяная булочка. Масло сливочное сейчас начнет таять, пропитывать булку. Получится очень вкусно, ароматно, ребят. И, конечно же, полезно. По желанию можно покласть кусочек ветчинки. Ну что, класс. Ну, друзья, и еще одна намазочка. Как правило, в маркетах продают еще зеленые авокадо. Знаю один секретик. Выкладываю его вместе с яблоком в пакет, заворачиваю и убираю в темное место. Друзья, сутки и авокадо мягкий. Сейчас мы его разрежем. И я вам покажу. Оп, мягкий-мягкий. Выкладываю в мисочку. Ух, какое оно спело. Разминаю авокадо вилкой. Добавляю пару небольших зубков чесночка через пресс. Соль. Одну столовую ложку оливкового масла. И примерно столовую ложку сока лимона. Я прямо вот так вот. Все хорошо перемешиваю. И намазочка готова. Можно брать хлеб. Я всегда подсушиваю его. Прям выкладываю. Не намазываю, а выкладываю. Потому как, друзья, это очень вкусно. По желанию можно добавить красную рыбу. И немного зелени. Вкусный и полезный завтрак готов. Всем хорошего дня. А мы завтракать.